Пока весь город находится в ожидании, жители Саровской ривьеры уже наслаждаются теплом в своих квартирах. Здесь теплоузел устроен так, что для отопления используют систему горячего водоснабжения. А значит, жильцы могут сами решать, какой будет температура воздуха в их квартире, независимо от сезона. По просьбе определенных собственников, их было достаточное количество, мы уже подали в систему теплоноситель. Общедомовые все магистрали уже запитаны. И, собственно, могут сейчас самостоятельно подать тепло в свои квартиры, если у них есть такая потребность и, соответственно, возможность мы уже предоставили. Тепловые узлы в домах жилого комплекса спроектированы таким образом, что управляющая компания может поддерживать в домах комфортную для жителей температуру на протяжении всего года. К тому же, такая система отопления позволяет собственнику значительно экономить и не переплачивать за услуги ЖКХ. Мы используем передовые технологии в системе отопления, в системе, в данном случае, горячего водоснабжения. Они позволяют, во-первых, каждому дому быть, по сути, автономным и каждой квартире быть автономным. Каждому собственнику принимать решение самостоятельно отапливать в данном случае, начинать отопительный сезон 27-го числа, как мы говорим, либо 25-го, либо 30-го числа. Тем самым экономить определенный ресурс. По нормативным документам, отопительный сезон начинается тогда, когда температура за окном в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Но запустить тепло могут и раньше. В Сарове отопительный период начнется уже 27-го сентября. На появление тепла в каждом доме может понадобиться до трех суток. Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса составляет 98%. Готовность жилищного фонда 99,3%. Не стопроцентная, потому как у нас некоторые дома на капремонте. Работы завершаются. Капремонт проводился сразу в четырех домах. Силкина 16А, 40, Ленина 8 и Советская 6. Не все работы доделаны, но системы теплопотребления к пуску готовы. А это значит, что аварийных ситуаций, как в прошлом году, не предвидится. К тому же ужесточился и контроль за работой управляющих компаний. А все обращения граждан о проблемах с отоплением отслеживают в дежурной диспетчерской службе ГОИЧС и передаются в департамент городского хозяйства и прокуратуру Сарова.